Дезинфицирующие тоннели и коврики не доказали своей эффективности. Представители ВОЗ в Казахстане рассказали нашим корреспондентам о том, в каких случаях эти средства защиты представляют опасность и для больного, и для здорового человека. Кроме того, эксперты рекомендуют утилизировать тканевые маски после 30-го раза стирки и ношения. Диана Сапарбекова по порядку. В разгар пандемии Объединенные Арабские Эмираты, которые считаются одними из самых технологически развитых, первыми запустили современные санитарные тоннели. Однако спустя время этот способ защиты от инфекции начал вызывать сомнения у медицинского сообщества. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения пока не подтверждает эффективность использования тоннелей или палаток для дезобработки людей. Более того, необходимо понимать, что данная обработка, данные палатки, они могут оказывать негативное влияние на человека. Например, могут вызывать раздражение кожи, слизистые. Министерство здравоохранения разных стран учитывают рекомендации ВОЗ. Однако окончательные решения в итоге принимают самостоятельно. Впрочем, наравне с ДЕС-тоннелями поднимается вопрос эффективности перчаток в борьбе с COVID-19. ВОЗ не рекомендует носить перчатки, потому что перчатки в основном создают ложное чувство безопасности. Вы надеваете перчатки, скажем, утром, ходите, все трогаете, и эту заразу потом дотрагиваетесь до лица. Самый эффективный способ защиты – это обработка рук и ношение масок. Носить маски тоже нужно правильно. Тканевую маску обязательно следует мыть хозяйственным мылом, а затем прокипятить. Эксперты американского научного издания «Хафингтон-Пост» напоминают, что необходимо утилизировать маски, на которых имеются пятна от еды или косметики, а также разрывы и дырки. Если ее стирали больше 30 раз, то от нее пора избавляться. Если вы пришли домой и выносите одноразовую медицинскую маску, лучше же корзину с мусором поставить сразу возле двери. Потом вы заходите домой, обрабатываете руки антисептиком, снимаете маску за резинки, складываете грязной стороной вовнутрь пополам. Если есть возможность, сразу выкинуть этот прямоугольник в отдельный пакетик и убрать в мусорную корзину. Среди большого количества советов на просторах интернета, все же самыми действенными способами профилактики коронавируса по-прежнему признаются частое мытье рук, социальная дистанция и ношение чистых защитных масок в общественных местах. Диана Сапорбекова, Диас Ковланбаев. Итоги дня.